Порошенко пребывает в боевом настроении, как минимум на словах. Вот одно из его воинственных высказываний. Кроме того, Порошенко уверен в том, что в Донбассе сейчас находится 11 тысяч российских военнослужащих. В этом вопросе, видимо, мы должны поверить ему на слово, пока не предоставлено ни фотографий, ни каких-либо других доказательств. Он также дал понять, что российские СМИ лгут о его заявлении по поводу намерения отвоевать Донецкий аэропорт, намекнув, что не говорил этого. Послушайте. Текст этого заявления опубликован на его официальном сайте. Итак, лидеры Германии, Франции, России и США изо всех сил стараются сохранить хрупкий мир на Украине, дабы обеспечить исполнение Минских соглашений и прекратить военный конфликт. А президент Порошенко делает подобные воинственные заявления, что, кстати, не совсем по душе даже ближайшим союзникам Украины. Если президент Порошенко выступает за то, чтобы начать какие-то силовые операции, мы бы предложили ему дважды подумать, прежде чем предпринимать такие действия, поскольку тогда Минские соглашения окажутся под серьезной угрозой. Сейчас трудно предположить, что означают эти слова украинского президента. Может быть, намеки на действия в будущем, а может это просто популистские заявления. Правда, пока они отнюдь не укрепляют установившийся на востоке Украины хрупкий мир. Продолжение следует...